теперь коснемся вопроса о питании вот вчера был у нас прямой эфир и цель воздержания о пошла интересная информация про питание а вот это супер вот 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 я вспоминаю себя я тоже знаете вот когда начал всем этим заниматься питание йогов потом раздельное питание что чё как вот вроде там кто питание с учетом иньян там пожожа сави там и и так далее того подобного думаю все это как-то различные знаете опять таки системы координат с учетом миньян это одно с учетом значит жизненных принципов то другое раздельное питание это координата там 3 и вроде все об одном говорят как это все дело сложить как это все делает голове так сказать что же выбрать в конце концов и сюда да есть сыроедение о сырая пища да ты что это все тут витаминчики все это тут ферменты все это тут в таком виде отлично никаких там шлаков резво очищается все там такое это попробовал но думаю что то тут как бы сказать не договоренно и поэтому начинаю более менее так капитально изучать эту науку с чего я сейчас считаю и все это отражено в моей книге я начал вернее изложил свои книги чего начинается вообще питание питание начинается с того что надо узнать как устроена пищеварительная система человека то есть анатомия этой системы опа ага все ясно зубы там ротовая полость пищевод желудок 12 перстная кишка с одной стороны значит поджелудочная железа другой стороны печень желчь выбрасывает дальше там тонкий кишечник что там делается всасывание не всасывание расщепление то есть что что делается в каждом отделе а дальше там толстый кишечник все это сам такой с микрофлорами она как в тонком кишечнике есть так естественно и в толстом все что как работает то есть анатомия и физиология уже становится ясно с этой позиции понимание сути пищеварения дальше у меня такой был вопрос а как пища создается вот разные там говорят это то это все это так значит это более полезно это менее полезно пищи происходит когда она сырая попадает в организм когда она попадает вареного в организм то есть что происходит вот во время приготовления пищи там термической обработки засолки там допустим соленье там и просто даже вообще вот мы сорвали допустим там листик салата что происходит в этом листике салата вот просто он лежит а когда я вот это вот для себя разъяснил естественно записал собралась совершенно иная картина и наконец-таки далее далее с позиции одно тело питательные вещества до питательные вещества такие сяки это в основном были раньше белки жиры углеводы это потом витаминчики минералы и на этом как бы сказать все дальше особо так сказать не углубляясь а тут пошли значит этот этот биохимия там а вот там биофлавоноиды там еще какие-то там фенолы минолы и прочее прочее знаете это сама уводящие так сказать в дебри каких-то научных знаний информация которая по большому счету обывателю и не нужна что там чем там усваиваться ему главное принять с учетом особенности пищеварения главное принять пищу так чтобы она переварилась и усвоилась вот они то что это будет способствовать лучшему усвоению вот этого и так далее то есть мозги разбили на части все извилины заплетены вот дальше вот она пища вернее будет вот растение растут да они приспособились для этого климата значит они вобрали себя будет и минералы там и и связали энергию которая как раз наилучшим образом подходит для этого климата и когда мы с вами поедаем то что здесь выросло мы тем самым строим свое тело из вот этой информации окружающей природы и наше тело становится частицей именно вот этой области вот этой земли и поэтому естественно на устойчиво и особо человек и не болеет потому что это это будет родная родня родня этой этому месту почему она должна болеть то есть с позиции вот этого почему-то вообще не рассматривается питание а это основное из чего вы построите тело все мы хотим построить тело из вернее дом построить значит чтоб кирпич что стоял с цемент не рассыпался чтоб а что касается нашего физического тела то мы его строим из такого из таких продуктов которые но не выдерживает особо никакой критики тем более они там изменены но это тоже я там разобрал какие там изменения происходят при том при всем вот у меня уже сложилось несколько ином мнение плюс вкус и пищи вот все там говорят что витамины минералы и прочее там нутрицептики разные там и прочее для флавоноиды как-то там работает что-то там делают но забыли о явных вещах такие как вкус и консистенция пищи консистенция пищи она может быть ну будем говорить больше воды содержать значит она как бы сказать будет увлажнять наше тело меньше воды содержать значит она будет подсушивать наше тело кто хочет поправиться значит тот есть более такую влажную пищу содержащую влагу вот кто хочет сбросить вес подсушиться и как правило показывает это тот использует продукты более сухие для того чтобы они наоборот в воду из организма высасывали и за счет этого подсушивается сам организм до консистенция пищи работает работает информация пищи вот этот где она выросла работает конечно работает и наконец-таки вкусы есть несколько основных вкусов их 6 там горький жучий сладкий кислый и так далее вяжущий оказывается все эти вкусы отражают энергетику этого растения или продукта как правило из растения делается продукт значит отражают энергетику продукта но в первоначально это растение там допустим салат крупа там еще 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 в конце концов даже ты животные продукты все они содержат энергетику и вот эта энергетика отражается во во вкусе который преобладает в этом продукте ну допустим в перце жгучий вкус там фух преобладает в других продуктах например в квасе квасное преобладает кислый вкус вот и с помощью вот этих вот вкусов мы можем регулирует энергетику своего организма уравновешивая ее или наоборот выводя из равновесия вот то есть это вот вот такая вот интересная наука существует конечно инь-янь там несколько по-иному мне лично больше понравился подход вот с позиции жизненных принципов и вкусов пищи это более такая древняя прекрасно разработанная система исцеления с помощью продуктов питания и вот тут как раз и получается что пища становится лекарством а лекарство становится пищей вот и когда это все дело узнал узнал все это изложил и смотрю кто-то что-то там излагает ну в некоторых случаях у меня кроме недоумение вызывает что они там плетут понимаете их система координат совсем куда-то там не туда направлено и уходит естественно приносит свои какие-то какие-то результаты хотя в ближней перспективе это все может быть давать как бы сказать тот эффект который они хотят а вот в отдаленной получается такое что люди теряют здоровье например как вот так называемая кремлевская диета то есть когда потребляется повышенное количество белка надо знать как усваивается где усваивается белок в организме какие процессы там вызывает то есть обилие белка когда человек ест поступает в организм он вызывает то что в организме идут более усиленные процесса расщепления там и за счет этого конечно там и энергия там загорает и да допустим надо там выводить все это дело ну бы достигается эффект вот именно того что человек теряет вес как бы сказать а вот он стал таким каким хотел но если дальше все это используется больше недели максимум двух то это идет нагрузка на весь организм особенно над печень и почки и что гарантированно ведет к тому что начинаются проблемы с органами выделения первую очередь с почками во вторую с печенью не в зависимости от того что у человека более слабо печень или почки значит вот такой вот это же можно решить совершенно иными средствами вот этот подсчет калорий тоже голову забили у нас есть чувство аппетита хочется тебе если не хочется хочется знать что тебя вообще не хватает энергетики если тебе хочется определенной пищи с определенным вкусом значит у тебя не хватает энергетики которая этот вкус выражает вот и все ты там регулируешь все это дело все отлично со здоровьем а когда этого не понимают что-то там пытаются делать получается 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 то что получается и вот это наука образ нас наука там обувить как бы сказать втирание сыпание вот этими какими-то терминами непонятными специально надо там учить что это такое и плюс там сложить в кучу еще чтобы понять как это работает и это работа справедливо знаете на каком-то там микро уровне что-то устраиваться лучше если хуже хуже на уровне целостного организма это не дает никакого результата а наоборот ему кроме что вредит вот поэтому цель воздержания цель воздержания я рекомендую книгу золотые правила питания где я изложил как я понял самого начала науку о питании о том пищеварительная система что на собой представляет что происходит в том или ином отделе пищеварительной системе далее как образуется пища чтобы в конце концов из пищи берем это тоже интересно разрушение пищи потеря энергетического потенциала про раздельное питание пропитание с учетом вкусом пищи питание долгожителей и прочее прочее остальные вещи про питание вот я изложил для того чтобы самому стать в этом деле специалистом поэтому цель воздержания направляя к своей книге и всех кто хочет изучить науку о питании это как раз для вас будет курс написано простым понятным языком я постарался различные формулы привести такое понятное русское объяснение благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахов про доброго здоровься и до новых встреч